Доброе утро, Ира, доброе утро, Лиза, доброе утро всем. Вряд ли Алексею Кузнецову. Ну что, скоро в школу, дети? Эх, сейчас заплачу, Алексей. Нет, не надо сейчас заплаковать, лучше в порядке такой заместительной терапии. А вот скажите мне, пожалуйста, что у вас в первую очередь методом мгновенной ассоциации, что у вас ассоциируется, какие картинки со словами скоро в школу? Гладиолусы, именно картинки. Ну, образы, образы. Мой образ первый, который приходит, какой-нибудь примерский плакат, где счастливые, улыбающиеся дети в школьной форме и с цветами, и надпись скоро в школу, и какое-то ощущение, что на тобой издеваются, что вот они смотрят, и тебе прям в душу и издеваются. Вот у меня первая ассоциация. Вы знаете, очень интересно, мы с вами не сговаривались, но вот две мои устойчивые, очень многолетние ассоциации, это, во-первых, цветы, только мы с Ирой, оказывается, принадлежим к разным партиям, потому что есть три партии, ну, было сейчас, я не знаю. Гладиолусы, гвоздики и хрисотемы. Ну, нет, как-то гвоздики – это не партия, гвоздики – это какие-то отдельные. Конечно же, в моем детстве было две мощных партии, гладиолусы и астры. Астры, точно. И вот я партия астры, да, я всегда, я честно вам признаюсь, мне уже никто цветов не дарит, я в школе не работаю, но я под первое сентября, где-нибудь я себе покупаю букетик астры, ставлю его, и потом его карты, значит, дербанят. Это мило. Я очень люблю астры. Ага, и третья партия – это все остальное. Кто-то розы приносил, кто-то еще что-то. Гвоздик, честно говоря, не помню, мне кажется, они так прочно с государственными праздниками и похоронами связаны, что вот как-то в школу с гвоздиками, ну, как-то не Камильфоба. И, конечно, школьная форма, Лиза, абсолютно правильно. Я удивлен, что у вас, потому что вы-то, как я понимаю, школу заканчивали, обязательной школьной формы уже не было. У нас была форма, у нас не было вот этого стандарта, но у нас было обязательно, вот что это должны быть брюки или юбка, черный. Ну, так называемый деловой стиль одежды. Да, да, да. Ну, я заканчивала школу, когда формы уже не было, но зато я начинала ходить в школу, когда была та самая советская форма жуткая. Ну, на самом деле она восходит в той самой гимназической жуткой форме, потому что вот эта форма для девочек, классическое коричневое или черное платье, черный, а по праздникам белый фартук, она, да, там покрой были другие, там воротнички могли быть другими, но вообще-то это же гимназическая форма. И форма эта была в 47-м году принята с формой для мальчиков одновременно, где была гимнастерка, где был ремень, где была фуражка. То есть это товарищ Сталин возрождал Российскую империю. В 43-м году, давайте вспомним, офицерские погоны были возвращены. Вот, в частности, это возвращение формы очень напоминающей гимназическую. Я спросила, простите, я спросила у двух наших коллег, которые каким-то образом оказались здесь в редакции с утра, какие у них ассоциации с вот этим вот скоро в школу. И один человек сказал, много денег, а второй сказал, проблемы. Это родители в основном. Ох, как интересно. Много денег в смысле дадут или отберут? Отберут, отберут. Потому что я, как человек, который 30 лет в школе деньги зарабатывал, я не могу себе представить, при каких условиях, собственно, возникнет ассоциация много денег. Ну, а проблемы, да, ну, это понятно, конечно, естественно. Так вот, давайте вспомним сегодня, давайте сегодня сделаем такой ностальгический полчаса. Давайте вспомним, как и что менялось в советской школе за эти сто с небольшим лет. Потому что на самом деле, ну, конечно, не только в Советском Союзе, вообще, в принципе, школа, как институт, подверглась колоссальным совершенно изменениям в 20 веке. Понятно, почему, да, резкий рост потребностей общества в образованных людях, довольно резко будут меняться представления о том, что такое образованный человек, какие к нему предъявляются требования. Но Советский Союз, поскольку еще происходила очень существенная трансформация с самим государством и обществом, то там, конечно, добавилось по сравнению со странами, вроде Швеции, которые прожили 20 век, скажем, относительно спокойно. Совсем спокойно его никто не прожил. Так вот, 20-е годы, да, один из первых декретов советской власти старую систему образования, если не разрушил, то очень серьезно надломил. Значит, он провозгласил новые принципы советской школы. И эти принципы, в общем, более или менее, без особенных изменений, просуществуют большую часть времени. Значит, что было провозглашено? Во-первых, бесплатность образования. Во-вторых, общедоступность этого образования больше нет ни сословных, ни национальных, никаких других преград для того, чтобы человек мог пойти учиться в школу. Совместное обучение, раздельное обучение мальчиков и девочек на этом заканчивается. Как потом выяснится, не навсегда, но заканчивается на какое-то время. Школа теперь должна быть трудовой. Школа должна обеспечивать преемственность между разными ступенями, чего не было, надо признать, в революционной российской школе. Алексей, прошу прощения, а что значит, школа теперь стала трудовой? Это что значит? Это означает, что наряду с академическими и общеразвивающими предметами, ну, академические, понятно, да, основы наук, общеразвивающие – это рисование, пение, то есть такие, которые развивают человеки эстетическое и другие духовные начала. Наряду с этим школа должна была готовить человека к тому, что он труженик, да, поскольку один из принципов социализма – это принцип от каждого по способностям, каждому по труду. Ну, или кто не работает, тот не ест. Поэтому на разных этапах в советскую школу внедрялось производственное обучение. Сначала в 20-е годы, когда возможности в школах создавать мастерские были довольно ограничены, это значит, что школы направляли учеников на производственную практику, на какое-нибудь соседнее предприятие. Вот, например, моя бабушка, она заканчивала десятилетку, заканчивала, соответственно, в начале 30-х годов, хотя она совершенно не имела никакой склонности к химии и не собиралась этим в дальнейшем заниматься, но последние три класса их школы 8-й, 9-й, 10-й, они были объявлены химическими классами, у них было увеличенное число значит, уроков химии, а кроме того, они довольно много времени в неделю ходили работать в какие-то на завод каучук, наверное, он у нас в районе был расположен, кто-то в какие-то лаборатории и так далее, то есть вот человека из школы десятилетки должны были выпустить еще из какой-то рабочей специальности. Вообще-то все это имеет, звучит как бы очень логично такое что-то. Это звучит хорошо с точки зрения государства, понятно, это подготовка так сказать кадров, что касается отдельного человека, то здесь плохо одно, у него нет выбора, он не может это производственное обучение не проходить, но другое дело, что это не единственная ситуация с образованием, когда у него нет выбора, так что чего уж тут по этому поводу переживать. ну а разве плохо, ты в любом случае обучаешься какой-то специальности, в любом случае она у тебя есть, а дальше ты можешь пойти и учиться тому, что тебе интересно. Лиза, это неплохо, я не хочу сказать, что это плохо, но это может оказаться зря потраченным временем, а может и не оказаться, конечно, может и не оказаться, я, например, тоже проходил производственное обучение, сначала это были уроки труда с 4 по 8 класс, потом это в 9-10 учебно-производственный комбинат, и квалификации рабочие получены, я пользуюсь всю оставшуюся жизнь, водительское удостоверение я получил еще в 17-летнем возрасте, ну правда, действовать оно начало, когда мне исполнилось 18. Вот, нет, конечно, ничего в этом плохого нет. Значит, 20-е годы это время совершенно безудержных экспериментов в школе, и связано это в частности с тем, что на школу свалилось совершенно другие объемы работы, да, представьте себе, вот эти все преграды были отменены, и в классах теперь по 40-50 человек, квалифицированных учителей не хватает, помещений не хватает, нужно как-то выкручиваться, чтобы тем не менее образование шло, и вот начинают искать альтернативу классической классно-урочной системе, вот той самой, которую там великий чешский педагог Яна Москаменский хрен знает, когда приду. Что, например, да, еще одна проблема, смотрите, в школе теперь оказались в одном классе зачастую люди совершенно разной семейной ситуации с совершенно разной подготовкой. Одно дело, профессорский сын, который там 3-4 года успел проучиться в прогимназии до революции, да, на двух иностранных языках уже кое-как шпрех и все прочее, а совсем другое дело откуда-нибудь из рабочего барана или полуграмотного. Вот как их учить вместе? Понятно, что условия совершенно неравны. И вот начинает, например, применяться так называемый бригадный метод. Что-нибудь слышали про такое? Он и в 70-е, 80-е в принципе и в 90-е. Это когда считается, что все должны подтягивать остающих? Нет, это отдельная совершенно вещь, это тоже так сказать. Когда класс делится на бригады, причем делится именно с таким, как правило, с таким условием, чтобы действительно были разноуровневые ученики по данному предмету, именно для того, о чем вы сказали, чтобы это было возможно. И задания выдаются, в том числе для самостоятельной работы, на бригаду. Ну вот, например, учитель математики объяснил некую новую тему, а дальше он дает задачи, раздает задачники, дает задачи. Для каждой бригады свои задачи для отработки этой темы, и дальше начинается работа в бригаде, он лишь только сходит, смотрит, чтобы там, ну вот, общий порядок соблюдался. Если в каждой бригаде есть ребят способные, продвинутые в математике, они как бы выступают в качестве помощника учителя, и когда тема отработана бригадой, дальше учитель, кого-нибудь из ребят послабее, вызывает отвечать к доске, соответственно, какой-нибудь пример, вроде тех, решать, которые они уже прорешали. Если он успешно с этим примером справляется, значит, даже слабые ученики эту тему освоили, в чем большая заслуга сильных, поэтому им пятерка идет автоматически. Ну, вообще звучит круто. Звучит круто. Это нельзя ни в коем случае делать универсальным средством обучения, но как один из методов, при условии определенной подготовки, я хочу сказать, что такие уроки учителю организовать в каком-то смысле труднее, чем но если это хорошо сделать, я говорю, я видел в 90-е и в 2000-е учителей, которые умели этим приемом пользоваться. Но тут я скажу, что и сейчас в нынешнем обучении, я не знаю, как в школе, но я училась в разных других местах, и там тоже используют такой метод, то есть, условно говоря, дипломная работа, которую мы сдавали в МШПФ, она сдавалась группой, то есть не каждый студент писал диплом, а мы писали этот диплом группой, защищали его группой, но можно было это было круто. Но у вас же наверняка были какие-нибудь люди, которые прибивались к вашей группе, ничего не делали, и потом просто... Нет, у нас просто была группа... Ну, короче, мы все были такие. Не знаю, как мы сдали диплом. Ну, я хочу сказать лишь, что на самом деле вот просто взять и с наглой мордой прибиться, это не так просто. Это же не очередь, которая вот собралась пять минут назад и через пять минут разойдется. Это люди, которые несколько лет, учатся вместе. И вот такие вещи, как с наглой мордой просто взять и попользоваться чужим трудом, ну, это, значит, должны быть совершенно безразличные, в первую очередь к себе безразличные люди вот в этой самой бригаде, да? А что это такое? А что ты, лучше нас, что ли? Почему ты должен проехать, объехать на кривой козе? Одно дело, мы понимаем, тебе трудно, мы понимаем, так сказать, у тебя объективные причины, по которым тебе трудно, мы тебе поможем, вот мы на это здесь и есть. А совсем другое дело, ты просто наглец и бездельник. Очень по-пионерски все звучит. Ну, извините, видимо, я в душе пионером и остался. На мой взгляд, это очень нормальный такой подход. На самом деле, мало чем меньше группа, тем лучше она сама себя регулирует. Вот малые группы, там, дружеские коллективы, семьи, кстати говоря, они как раз отличаются гораздо более высоким уровнем самоорганизации, чем какой-нибудь там производственный коллектив на несколько тысяч персон. Перед войной очень интересные штуки происходили в школе. Во-первых, введено платное обучение в старших классах, в средних, специальных и высших учебных заведениях. Не со всех брали эту плату. Да, там были, разумеется, освобождались дети инвалидов, многодетные семьи, еще какие-то категории, когда началась война, начали освобождать детей погибших на фронте, детей родителей инвалидов и так далее, и так далее. Но при этом все-таки за старшую школу 8, 9, 10 класс, за техникум, за вуз платили, сколько платили, за школу в Москве и Ленинграде в год 200 рублей, в остальных крупных городах 150 рублей. Много это или мало? Но вот перед войной квалифицированный рабочий получал 600-700 рублей в месяц. Получается, что платили где-то треть месячного заработка. Но это за год они платили. За год. А, ну вроде как звучит вполне себе подъемно. Дешево. Лиз, вы знаете, что звучит вроде как дешево. Вот нам с вами сегодняшним звучит дешево. Мы прикидываем сколько мы за детский садик скажем платим, не говоря уже за частную школу и понимаем, да, дешево. Но дело в том, что у нас с вами сегодня у многих есть определенная финансовая подушка безопасности. Люди в то время жили от зарплаты до зарплаты. Им не хватало денег на самые базовые потребности. Занять десятку до до зарплаты. Сейчас люди выражения этого уже многие забыли. Да нет, просто сейчас это десятка это 10 тысяч рублей, ну чего вы. Ну да, да нет, но сейчас это вообще по-другому делается. А тогда дожить до зарплаты не занимает, немногие могли этим похвастаться. Так что вот в условиях вот этой, когда считалось каждой копейкой, это достаточно серьезная вещь. Ради этого и делалось на самом деле. Дело в том, что это, конечно, совершенно целенаправленная политика, чтобы как можно больше ребят не шло в восьмой класс. Семилетку закончили и дальше в фабричной их было много разных типов, то, что потом назовут ПТУ, всякие фабрично-заводские училища, ФЗУ и прочее, прочее, прочее. Давайте туда, давайте на производство, давайте работать. Туда же тоже заманивали, там не просто бесплатно, там на некоторых паек дают, на некоторых стипендию небольшую платят, на некоторых производственную одежду выдают. Это все ого-го, какие мощные, ну, так сказать, заманишки для того времени. В 43-м году в школах крупных городов вводится раздельное обучение мальчиков и девочек, не скрывая, зачем это делается, это делается для того, чтобы мальчиков более целенаправленно готовить в качестве будущих воинов, будущих защитников отечества, отменят в 54-м году. Я всегда думала, что это делалось для таких приличий, чтобы вот, не дай бог, там мальчики не смотрели на девочек, а девочки на мальчиков. Нет, 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 нет. Это делалось исключительно из... Ну, как сделаешь так, чтобы они не смотрели? Страна живет в коммуналках и бараках. Ну, это там, главное, чтобы в школе не смотрели, не отвлекались. Ну, не знаю. Нет, когда будут объединять обратно, часть консервативно настроенных учителей, я это очень хорошо знаю, вот они тогда начали говорить, ой, что же мы делаем, сейчас начнется, сейчас уроки невозможно будет вести, да, ты ему там теорему Пифагора, а он в другие треугольники вглядывается, так сказать, изо всех сил там и так далее, это, вот, но это всегда, господи, ну, всегда консерваторы будут говорить, ой, что же все пропало, сейчас вот мы никогда уже больше, это нормально, а то, что это делалось исключительно из оборонных соображений, это прямо тогда было сказано, я, кстати говоря, во-первых, мои родители, мне рассказывали, они были в седьмом классе, когда это воссоединение происходило, сколько было волнений, как весь район там стоял на ушах, а как объединяли, мужскую и женскую школу рубанули на две половинки, одну половинку туда и другую половинку сюда, да, школы были расположены в двух концах одной недлинной улицы, но вот таким вот образом и там весь район гудел несколько месяцев, пока привыкли, да, школьная форма, вот Лиза вспомнила школьную форму, я ее, конечно, никогда не забуду, школьных форм за это время перебыло ведь несколько, было время вообще нет школьной формы, была рекомендованная школьная форма, была школьная форма сорок седьмого года, была школьная форма шестидесятых годов, была школьная форма семьдесят пятого года, и знаете, что с ней происходило вот от сорок седьмого до семьдесят пятого? То же самое, что со страной, она становилась все свободнее и свободнее, да, если школьная форма сорок седьмого, в общем, мало чем отличается от военной формы, с фуражкой, с воротником, с стойкой, вот этим вот, воротником мундира, с ремнем, с такой бляхой достаточно мощной, ими дрались, будет один из аргументов в пользу отмены ремня, это то, что этими ремнями район на район хаживали, вот, у девчонок, она, кстати говоря, меняла значительно меньше, у девчонок революция произойдет в старших классах, когда появится синяя форма, Ир, помнишь такие юбочки, жакетики, пиджачки, такого ультрамалинового цвета, у меня, знаете, как бы, у меня было сначала вот это вот коричневое платье, потом ненадолго у нас появились малиновые пиджаки, прости господи, да, а золотые цепи у вас были при этом? И потом у нас просто не было формы, то есть я заканчивала школу уже без формы, у нас не было вот этих вот синих, но вот про синие у нас в чате писали, там активно обсуждают школьную форму, делятся, кто ходил без фарту, кто укорачивал юбки, как вообще боролись со строгостью нравов? Кстати говоря, надо сказать, что вот эта вот так называемая гимназическая форма для девочек, она как раз позволяла, если администрация не сходила с ума и не мерила там сантиметры, углы и прочие всякие вырезы, то она позволяла в общем, особенно при наличии мамы или бабушки, которая умела хорошо шить и имелась в доме машинка швейна, она позволяла даже некоторые изыски, так сказать, себе позволить. И именно этот вариант школьной формы сегодня, когда кому-нибудь приходит в гугл на выпускной ее купить, именно за ним идут секс-шопы, потому что других образцов школьной формы, вот этих самых синих пиджаков, их, насколько я знаю, в репертуаре этих магазинов нет. А вот это советское тире царское гимназическое очень даже себе осталось, ну, в несколько, так сказать, модернизированном варианте, скажем так. Вот. Кроме этого, постоянные эксперименты со школьными предметами. Помните, у Винокура был замечательный монолог певца, да, который со своим аккомпаниатором разговаривает. Вот, говорит, здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали, здесь не играем. Вот так же со школьными предметами. Вводим право, убираем право, вводим логику, убираем логику, вводим конституцию, ой, нет, лучше основы государства и права, ой, убираем чертовой матери. В 65-м году вдруг за два месяца до выпускных и вступительных, соответственно, экзаменов в институт отменяют вступительный экзамен по биологии. В 65-й год, что случилось? Был вступительный экзамен по биологии? В медицинские, на биофаке, педов, я имею в виду вступительный вуз, конечно, а при том, что в медицинские вузы тогда конкурсы бывали и по 20, и по 30 человек на место, то не меньше 100 тысяч школьников готовились сдавать эту долбанную биологию и вдруг этот экзамен отменяют, просто отменяют, его несколько лет не будет. Что такого случилось? А случилось, что, наконец, мартовский пленум ЦК КПСС в 65-м году признал, что единственно верное, единственно марксистское, истинно мичуринское учение народного академика Трофима Денисовича Лысенко является лженаучной фигнёй. И как теперь, извините, по какой биологии принимать экзамен? Здорово, да? Прекрасно, великолепно, я бы сказала. И у меня есть старший мой друг и наставник, коллега многолетний, который на биофак поступал, на биофак поступал, не сдавая биологии, вот по этой самой причине. И таких примеров со многими другими историю то преподаем, то не преподаем. Историю же до середины 30-х годов в школе не преподавали, преподавали обществоведение, да? Потом её ввели, учебник лично товарищ Сталин там редактировал, сохранил своего правка на, так сказать, его пометки к этому учебнику. Вот, то есть, к чему я говорю? Вот я, к сожалению, сейчас не вижу чат, я его почитаю после того, как выйду из эфира, наверняка там множество воспоминаний людей, которые косвенно подтверждают этими воспоминаниями, что в 20-м веке в Советском Союзе невозможно было 10 лет проучиться в школе, не попав под какие-нибудь достаточно радикальные перемены. А попытка ввести 11-летнее образование в конце 50-х было же? Было, через 5 лет отказались, зато в том же 65-м году получили замечательную ситуацию, когда в институты будет поступать удвоенный выпуск, закончили одновременно и 10-е, и 11-е. Ой, я помню, кстати, эту историю, когда кто-то учился в 4-й класс, а кто-то потом не учился, то есть следующие перескакивали через 4-й класс. Но это будет потом в 90-е. У нас тоже была эта история, когда и 10-й, и 11-й класс они заканчивали одновременно. Но у вас не будет вот этой, у нас, у страны, не будет вот этой ситуации, когда в 2 раза больше абитуриентов одновременно окажутся у порога ввозов, а в 65-м году случилось именно это, и абитуриенты 65-го года вспоминают эту ситуацию как близкую к катастрофе. Конечно, да, половина не поступили, просто потому, что некуда было. Да не половина, гораздо больше половина не поступала при нормальных, так сказать, обычных экзаменах, а тут не поступило гораздо больше, чем половина. Не, ну а что, мало у нас сейчас, что ли, экспериментов, которые ставятся над несчастными учениками. Изменение программы, когда от истории забираются куски в пользу чего там государственного, основ государственного строя, ну короче, вот этого вот непонятного предмета. Разговоры о важном, тоже непонятные, то бакалавр, то не бакалавр, то ЕГЭ, то не ЕГЭ, что вообще можно в этом самом ЕГЭ. Мне отдельно интересно, например, как будут выглядеть контурные карты на уроках истории российской. Ты сдавала ЕГЭ? Да, конечно. А я не сдавала ЕГЭ? Ну, я вообще очень рада, что у меня ЕГЭ миновала. Да нет, на самом деле ЕГЭ это вообще не проблема в плане сдачи. Мы сдавали несколько экзаменов в конце просто в школу, несколько экзаменов, но ЕГЭ у нас, слава богу, не было. Да нет, ЕГЭ это не то, чтобы какая-то проблема в плане сдачи. Да. Конечно, и сейчас это продолжается, более того, у меня есть новость для кого-то хорошая, для кого-то плохая. Это и будет продолжаться. В школе и дальше будут, так сказать, вот эти. И, наверное, это скорее хорошо, чем плохо. То есть, безусловно, отдельные реформы были, есть и будут дурацкими. Ну, так с любыми реформами происходит, но не бывает идеальных реформ, чтобы с самого начала всем было только хорошо. Но в общем и целом я хочу сказать, что это признак того, что школа все-таки как-то общество пытается искать вот это самое золотое сечение. Гораздо хуже будет, чем, мне кажется, гораздо хуже будет, когда это все замрет раз и навсегда. И только вот в граните и в золоте. Ну, я надеюсь, что так не будет. Но вот даже мы с вами обсуждали форму школьную и выяснилось, что мы, говоря со зрителями плюс-минус про одно и то же время, ну, вот там, условно говоря, время, когда я учила в школе, выяснилось, что у всех все было по-разному. У кого-то в тот момент, когда я пошла учиться, уже не было той советской формы. У кого-то была только синяя, у кого-то, значит, с такого-то года. То есть мы просто учились в разных школах. Я не хочу даже говорить в разных городах, потому что есть ощущение, что и в разных школах в одном городе все было по-разному уже тогда. Все как-то в разнобой шло. Так что, в общем, даже с этим не смогли всех заставить делать одинаково. Ну, уже, ладно, на излете 80-х, я бы так сказала. Алексей Валерьевич, вам эта школьная форма нравится? Нет, я противник идеи школьной формы. Я знаю аргументы за школьную форму. Я некоторые понимаю и даже принимаю, но я считаю, что школьной формы минусов больше, чем плюсов, скажем так. Вот. Но это, на самом деле, один из вечных споров, и мы знаем даже, что и мировой опыт по этому поводу не вполне однозначно высказывается. Есть страны, где школьная форма, особенно у школ привилегированных, есть, да, и наоборот, это такой признак отличия, да, повод для дополнительной гордости, что я учусь в школе с формой. Тут много, очень много всего спорного. Лично я скорее противник, чем сторонник школьной формы, особенно такой, какую носил я. Она была плохой, по качеству просто-напросто плохой. Ну, бог с ним. Еще одна вещь, напоследок, мне пора уступать следующему гостю место. Я хочу сказать, что еще одна, конечно, гигантская ссора, спор, раздор нескольких некоторого времени в советской школе это наличие так называемых специализированных школ. Как ученик языковой спецшколы, я очень хорошо помню, как в... Вот мы только-только закончили в 85-м году, а в 86-м, в этом тогда Ельцин принял активное участие как первый секретарь Московского горкома партии. Это нарушение принципа равенства. Все должны учиться в одинаковых школах. Что это у нас здесь за элитарные всякие эти самые... А ну-ка отменить. Ну, Борис Николаевич, к счастью, тогда не получилось. Вот. Но вот эта вот идея, что все должны учиться одинаково. Все должны быть в равных условиях к первому классу, к моменту поступления. А дальше лентяй не должен иметь те же самые гарантированные достижения, что и человек, который учится, трудится и вообще, так сказать, мотивирован. Это глубочайшее заблуждение лентяев. Я тоже училась в английской спецшколе, сдавала туда экзамены на вход, что называется, в тот момент, когда люди вокруг меня никаких экзаменов в школу не сдавали. А я вот сдавала, да. Кстати говоря, это оборотная сторона привилегий. Приходится больше трудиться. Что нормально? Позвольте мне в заключение воспользоваться случаем и пожелать всем тем, кому имеет отношение выражение наступающий учебный год, чтобы он прошел по возможности интересно, легко и быстро. Сила терпения. Спасибо большое, Алексей Кузнецов. Как обычно, у нас в утреннем развороте в своей исторической рубрике. До встречи через две недели. Все как обычно. Алексей, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.